сегодня у нас 27 июля 2018 года находимся недалеко от костра здесь у нас костер проходит пятницу с ребятишками гости кто приезжает лагерь бывший сейчас он музей сейчас сегодня как раз иначе у нас уехал с игорем воробошел в город когда тайствовать лагерь сохранился с маму того населять что приветствую вас вас владимир юрьевич добрый день хотим взять у вас интервью по теме его знакомстве с вами то есть как вы с ним познакомились и какое он на восприятие его творчество его производит так скажем вот и первый вопрос представьтесь откуда вы и как вы попали потеряй о себе в двух словах вкратце если сказать нерешенных вопросов скажем так правильно и вот этот эти вопросы побудили посмотреть интернет священников разнообразные видео которые звучало как раз слова о игнатия лапкине является вот 2014 и после того кто что это за человек стал смотреть первые ролики ну и конечно противоречивая мнение поскольку там было все достаточно без компромиссов на говорят ну и вот дальше таким образом я стал перешел на канал и стал уже регулярно смотреть ну и еще один момент немаловажный то что у нас в храме был человек который проводил занятия по священному писанию это владимир пищик он живет соседству с нашим городом село покровское вот но я на занятия пока не не ходил скажем так просто смотрю с бородой человек и потом когда уже стала ролики смотреть мне подсказали что что так вот занятия проводить ну и принял решение что да он дал мне дал почитать книгу истинного православия по сути было окроплением водой вас окропили да а когда это было в детстве это был сейчас 27 лет это был 93 год то есть вы осознанно да подошли к крещению тогда ну скажем так было когда вы уверовали что вас побудило прийти все таки вот ну скорее всего изучение вот занятия в священном писании и наверное чтение книги нет я имею ввиду тогда тогда вот когда окропили вас как это было это было связано с теми грехами которые совершал вот Господь побудил именно осознание было ну не полное но это было желание Бога и вот он меня так сказать привел к себе на покаяние на крещение это было тоже там где вы живете это город Решет храм Иоанна Предтечья ну и вот когда вас окропили что дальше происходило вы посчитали что вы были крещены хотя крещение это полное погружение по канонам православной церкви дальше это конечно разговор со священником который меня крестил Алексей Долгоруков много от него конечно я считал его можно сказать своим таким другом он впервые пришел я его позвал в мою школу на преподавать духовно-нравственное занятие то есть это были как раз 90-е годы и вот батюшка охотно согласился и стал мне преподавать среди моих учеников духовно-нравственное занятие то есть священное писание ну и все ну и тогда расскажите о своей школе тоже вот заодно и потом дальше пойдем вкратце школы как вы пришли к этому это довольно долгая история после значит участие в педагогическом институте я понял что то что там преподается ну мягко говоря для педагога учителя лишнее много лишнего кое-что вообще не дается для работы с детьми вот и одновременно с учебой я уже строился на работу то есть там я уже в нижней тагиле в нижней тагиле нет я вел кружки с компьютерами связано и астрономии вот кстати там был директором этого дворца пионеров евреи очень хороший человек вот у меня отзывы только положительные и собственно понятно что мало что это дает ну конечно знание дает научное но вот для работы с детьми именно воспитательными прикладных не хватало нет практических ничего этого не было я считал что это многое поэтому я заранее уже решил что я в школу не пойду я практику там проходил год не год а там несколько месяц наверное пару месяцев и решил что я поскольку систему эту не изменить у меня так сказать было много таких вопросов и к образованию и поэтому я решил что создам собственно свою школу или что то и вот так оно и получилось то есть началось с кружков вот этих вот которые я вел а затем я уехал в город реш и там собственно уже основал вот а сколько в среднем в год у вас обучаются через вас проходят первые годы которые у меня было там было достаточно много людей вот самый максимум наверное насколько я помню это было 120 человек то есть 120 человек от скольки до скольки лет значит в 90-х годах я начал работать с самым маленьким возрастом это 6 лет то есть вот от 6 лет до 17 до 17 до 17 то есть они сразу буквально уже и в армию на следующий год идти по сути дела они оканчивали школу а как какая изюминка твоя школа если вот так чем ты отличаешься от прочих школ значит это сразу скажу что это дополнительное образование то есть это не так сказать полноценная школа а это дополнительное образование знание которое ну либо более подробно изучается у нас глубоко изучаются значит в моей школе это весь ну так весь спектр знаний в нашем мире это первое и самый важный момент это воспитательный момент это не просто поскольку я уже знал что школа напичкивает знаниями схоластикой знаниями учеников но это не главное потому что знание можно использовать как на добро так и во зло и убедился что говори знания которые получают александр приветствую скажи пожалуйста свою хорошую информацию напиши пожалуйста ага говори знания которые получают ну в кавычках скажем так в школе они по сути дела ну не усваиваются детьми потому что когда я спрашиваю например разнообразные у нас бывают ну конкурсы викторины диспуты то дети практически не знают самых элементарных вещей которые даются в школе но это что касается знаний поэтому у них нет интереса нет мотивации к учению в школе к занятиям в школе тем более это усугубилась в настоящее время то есть дети уже с первого второго третьего класса в школу не хотят ходить по разным причинам да по разным причинам я в принципе с ними соглашаюсь поэтому я за семейное образование то есть чтобы дети в школу не ходили а они учились дома это радикал я так скажу да поэтому я с ними согласен зачем в школу ходить здесь прослеживать 6 часов а потом 6 часов домашних заданий делали я говорю ребята пишите заявление и все вот Сергей сегодня зря мы дрова кололи надо на дом переходить да это очень важный важный момент и сегодня уже очень многое в России родителей более 100 тысяч переходят на семейное образование и самая первая причина почему это религиозная причина что ну беспорядок школа по сути атеистов да 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 и мало того нам много всего отрицательного которого ну ребенок в общем не должен переживать и психологически и так далее вот поэтому у меня самая самая важная цель да это именно воспитательный момент то есть дать человеку молодому понять кто он такой для чего он живет первое понять да для себя именно чтобы он понял зачем он родился какова причина его существования на земле а это переход уже на другую сферу не научную а духовную поэтому у меня есть и соответственно этот сторона дела которую мы я освещаю детям это именно вот этот вопрос существование почему для какой цели человек ну вот два отрока кстати из твоей школы а могут ли они ответить сейчас на этот вопрос или они еще не пришли но это осознание это надо спросить у них но разговор у нас были потому что это к сожалению такой вопрос щепетильный и так сказать были гонения по этому поводу что я находясь мы арендовали помещение в школе общеобразовательной города нашего и поэтому в один момент за то что я говорил о Боге о духовных каких-то вещах в 90-е годы это было? да нет это было в 2017 году в том году по сути и что? ну и дошло до прокуратуры и собственно нас попросили выехать в школы сейчас у меня школа на дому на квартире а вон она что ясно Тимофей подойди пожалуйста это расскажи пожалуйста вот сколько ты уже лет занимаешься у Вадимира Юрьевича ну я не помню где-то вроде один год один год да? ну и что тебе больше всего нравится в этой школе? ну мне нравится больше всего что у нас много веселого и много чего интересного там всякие роботы мы еще испытываем делаем эксперименты но мне нравятся эксперименты обычно эксперименты да? ты с удовольствием идешь к нему на занятия? с удовольствием хорошо ну и льва призовем лев поиди тоже расскажи как давно ты и что тебе больше всего нравится сколько ты уже у Владимира Юрьевича? год тоже год? да то есть ты в одной группе да с Тимофеем? да а что тебе больше нравится? вот разговаривать о Боге и еще делала всякие эксперименты а что а какой тебе эксперимент запомнился? может что-то расскажешь? с током с током? электрическим да я не знаю какой еще вопрос ну то есть а сколько еще то есть сколько по времени ты будешь учиться? сейчас у нас расширенные рамки поэтому можно заниматься в принципе вот в том направлении которым они занимаются микрофокус о прошу прощения да сейчас значит можно будет заниматься вот с этого года у них раньше было 2 года а сейчас естествознание вот направление в котором занимаются ребята вот эти можно будет на 5-6 лет как было раньше то есть вопрос ты к ним приходишь домой? они ко мне они к тебе на дом приходят да у нас оборудованное помещение часть квартиры и они приходят на занятия ну то есть ты с удовольствием все эти 5-6 лет если Бог даст проведешь на занятиях у Владимира Юрьевича? да очень хорошо спаси Христа так так ну вот на чем мы остановились Владимир ну что ну о школе да то есть вот и ты рассказывал что вот тебя окропили в итоге то и ты решил вот давай с этого начнем то есть потом какой путь у тебя был до знакомства с Игнатием Тихоновичем именно что касается православия соприкосновения с православием с церковью ну путь поиска прежде всего поиска потому что вопросов было много и надо было находить ответы ну вот священники были разные то есть я знал там три-четыре священника но самое важное было то ну вот я для себя так вот увидел это что священники проповедуют ну вот на проповеди в храме одно не только у нас но и архиереи так сказать высшее руководство церковное но на деле получается несоответствие то есть вот эти как раз моменты церковной жизни они меня как-то вот немножко в этом разочаровали и конечно это родственники и многие люди которые не ходят умышленную церковь потому что говорят там торгуют все заплатно и так далее вот это как-то немножечко подстегнуло поискать а неужели нет таких людей вообще священников которых было бы все по канонам церковных ну и вот это привело в итоге господь сделал так что через интернет я нашел прямой наводкой указал на то есть ты через Кураева через Кураева да я увидел что такого неординарного человека прежде всего это его одеяния то есть это ну я не знаю как крестьянский вид пояс там заплаты все поэтому это прежде всего и значит проповеди а какой первый ролик не вспомнишь какой был самый первый ролик по-моему по-моему как раз Игнатий Тихонович говорил о том что а почему уволили Андрея Кураева да вот этот один из московской духовной академии преподавания да преподавания вот и почему и вот собственно это один из первых роликов насколько я помню он привел к дальнейшему изучению значит вот этого канала и вообще личности Игнатия Тихоновича Лапкина вот были еще раз повторюсь ну так сказать противоречивые толпы сначала за то есть вот эти резкие бескомпромиссные обличения ну насторажило конечно это а потом я смотрю что ну как он живет вот эта жизнь она ну практически подробная жизнь все это снималось на камеру ну видно что подвоха здесь никакого нет то есть что мы видим так это в реальности происходит и поэтому я увидел что тут наверное есть оно самое истинное православие и решил для себя сразу начал отравить бороду пропускать и Володя Пищикова сказал что я готов принять истинные крещения вот скажи давай если про личности Игнать Тихонович вот что тебе еще вот что тебе импонирует что тебе нравится что бы ты хотел взять на вооружение себе если вот говорить просто о личности Игнать Тихоновича ну меня еще заинтересовало то что он с детьми работает поэтому мне было интересно посетить лагерь мы это сделали когда первый раз? ну я уже четвертый год приезжаю сюда на крещение приезжал в 2015 и там уже ознакомился с жизнью лагеря ну ты один приезжал да? один да мы с Володей Пищиком на моей машине приезжали а с ребятишками в 2016 первый раз ну и расскажи как как детям понравилось и вот это все сложно конечно сложно то есть я говорю с моим ученикам что если вы хотите пройти самое жесткое испытание в своей маленькой жизни самое сложное испытание если вы пройдете его то вам уже ничего страшного не будет вот ну и все тогда уже смелые находились да и я показывал ролики ну что ребята готовы готовы там значит море рук было ну не все по определенным причинам отпустили я говорю что ребята вас ждет экстремальное испытание ну так оно и было по сути дела в 2016 году в 2016 году да но это большая польза я сразу им и говорил что это не отдых нет а это работа над собой и испытание для вашего тела и души ну то есть ты предварительно все равно же как ты их готовишь у себя к школе они же это не просто как знаешь вот для них это такая новость новость прям свежая свежая что вот работать над собой да ты все таки в моей школе это так подводишь да к этому конечно конечно и они уже более так лояльно ко всем этим призывам то есть мои ученики отличаются от всех это однозначно да вот ну и как и вот вспомни отзывы да отзывы какие родители они благодарны ли тебе за то что в этом свозил вот расскажи да конечно все были благодарны даже сектанты двоих я привозил мальчишек кирилла и максима это пятидесятники мы с Володей Пищниковым пошли вдвоем блогово к ним ну в собрании собрание мы у них посетили собрание пятидесятников евангелистов вот и все полностью у них прослушали все я значит договорились что побеседовать с их пасторами после их собрания и все это очень никаких таких спокойно спокойно обстановки да никаких дипломатично да да все дипломатично было мы с ними встретились значит очень дружно так побеседовали сразу сказали договорились что мы не имеем вам ничего против и мы не не навязывать ничего мне просто побеседовать дружественно вот такая цель была и после этого после этой беседы значит звонит по моему ну сын его зовут Владимир Димофеев это сын ну вот видимо пастора или служителя вот и он говорит можно мы я к вам детей мы вот таким образом а он не сказал просто мы увидели в вас что вы ну мы вам доверяем что вы искренне настроены да 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 и что мы хотели бы к вам записать вот таков результат был визита нашего это было конечно удивительно вот и мало того когда я показал вот о потерявке и пригласить значит ну ребята говорю кто хотел бы поехать среди них тоже поднял одну руку Кирилл вот маленький а Максим он нет он не поднимал не хотел ну поскольку их отправляют вместе то отец сказал ты все поедешь поедешь вместе с ним да и он их отправил куда в логово истинных так сказать радикальных православных так скажем это конечно было мне вообще может невероятно ага ну слава тебе господи все комиссия напала да у нас тут было да у нас тут было так сказать в этом отношении очень так сказать напряженно ну да ну вот ребята ты же обещал экстремально я да ну все у вас это будет ты как с пророческим глазом да именно так то есть они поучаствовали во всем и в гонениях и в гонениях да 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 получили полностью ну ты отзывы то расскажи вот что они тебе и чем они делились с тобой они и их родители сначала они там потом если перепомнишь что благодарны все были даже вот сектанты единственное что не понравилось было не то что не понравилось а было как это неприятно да неприятно что их называли сектантами а ну это понятно отцу да 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 вот этот момент а кто их назвал Игнать Тихонович а в этом он же там есть такой фильмах да мы уезжаем в тридцатом тоже ага и он говорит типа такой палец показывает на них они такие головы склонили дети то и вот им это видимо не очень приятно а так они говорят благодарностью полностью благодарны были за поездку то есть никаких вопросов не было все родители были благодарны хорошо и дальше они продолжили обучение да уже да да все так хорошо то есть вот работа с детьми да работа с детьми да да а еще что а еще в личности именно в личности в личности это именно то что человек который не просто значит ну то есть отсутствие лицемерия лицемерия которое присутствует но многих иерархов и служителей церкви то что вот мы видим человека по его одежде мы можем рассказать как он так сказать живет потому что он и говорит значит как говорит как говорит так и живет то есть нет никакого лицемерия обману вот это было наверное очень тоже важным моментом поэтому мне очень было интересно увидеть это в реальности а еще 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 один давай один признак какой-нибудь ну и конечно это проповедник это учитель и было очень важно и интересно поучиться именно у этого человека набраться опыта как и миссионерской деятельности как она у нас еще благовесническая деятельность и дели благовестия и воспитание детей вот эти три момента важны отлично очень хорошо как часто ты смотришь вы смотрите канал во свете библии как часто каждый день и что он вам дает а какие события там уже всех уже знаю наизусть кто по прочим занимается ну как то вот так то есть фактически с утра прямо мой мир и youtube сразу смотрю новости что происходит а что тебе это дает заряд какой-то на день или что это дает быть в курсе всех событий это дает во-первых познавательный момент что происходит какие-то полезные вещи то есть он тебе не безразличен да его судьба судьба людей судьба общины там приставодвиженской свято-анфимовской вот в Потерявке вот туда занятия вот Сергей Павлович проводит а вот из всех видео да которые какого плана вот тебе там есть собрание есть занятия есть беседы по скайпу есть какие-то просто такие зарисовки бытовые что какие тебе нравятся ну вот занятия которые проводятся после службы после службы занятия по Слову Божьему да да у меня по занятию которые ходят на пятницу у меня нет возможности у меня потому что у самого занятия а вот воскресные я их смотрел там очень много общительного есть то есть это а есть практика вот ты уже говоришь что ты им показывал ну для того чтобы как бы показать что вот вы ребята едете в Потерявку смотрите что там с чем вы там столкнетесь а еще есть практика просмотра вместе сообщаться с ребятами в школе у тебя практикуешь такую нет а что именно ну просмотр видео с канала Восвяти Библии ну конечно то есть мы смотрим а для детей что ты подбираешь именно там где в основном дети участвуют то есть жизни в этом лагере именно там то есть что такое наказание как наказано да то есть вот смотрите как как чем занимаются дети как они работают ну и как они реагируют на это я говорю ребята вот если вы там ну они реагируют интересно адекватно адекватно я говорю вот если там значит будете что то так сказать провинитесь то вас ждет крапива вы готовы к этому ну ладно готовы да они поддерживают то есть они даже экстремально вот эти наказания они говорят они поддерживают Игнатья Тихча как воспитателя или все таки может бывают они на стороне там хулигана провинившегося нет у меня таких нет я уже их так готовлю что то есть они никаких обид они не держат то есть никаких каких-то злословий какого то нет я по крайней мере не слышал хорошо а если то Игнатья Тихоновича то в его деятельности за что хотелось бы ему сделать там ну покритиковать его замечание может сделать пожелание совет ну у меня наверное нет нет потому что мы приезжаем сюда в гости и как говорят в чужой монастырь в чужой монастырь со своим составом не входят поэтому мы здесь делаем так как нам говорят не прикосло меня нигде а почему ты такую позицию занял что почему ты так решил ну потому что в принципе у меня нет разногласий никаких я считаю что человек который прожил столько и испытал он знает вот сколько у тебя опыта в педагогике больше 30 лет вот и ты считай и ты для себя делаешь вывод что Игнатия Тихонов есть чему поучиться конечно я бы сюда не приехал ну имеется ввиду то есть как сказать ну да 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 а планируешь ты на следующий год приехать если Бог даст ну если Бог даст да то есть я уже практически я говорю у меня уже по расписанию летом сюда поездка у тебя есть вопросы Сергей подумай еще вопросы потому что учеников если даст Бог потому что я же показываю то есть если ученики есть которые желают сюда поехать все ну то есть ты сразу уже на свободную волю на свободный выбор настраиваешь да как Богу угодно вот я в этом году думал никого не будет они раз говорят ну потерявку хотим ну все поехали смахни комар вот у меня вопрос как родители находят как родители находят вас вас у школы вы как-то рекламируете себя ну многих же родители устраивают доходит ребенок в обыкновенную школу не не наоборот ты сюда иди вот говори вот на мое место прямо садись еще раз вопрос задай чтоб тебя слышно было многих родителей устраивает то что ребенок выходит в обыкновенную школу там ходит на секцию бокса еще там в пару кружков вот что родители по вашему мнению побуждает искать нечто более духовное в вашей школе и как они вас находят какая-то реклама с вашей стороны или рекомендует вас ну ребенок к вам приходит уже все равно задаете вопрос как я понял вопрос понял вопрос значит прежде всего значит хочу сказать что ну больше тридцати лет это довольно большой уже промежуток времени поэтому в большинстве случаев дети которые приводят детей которые приводят родители они уже знают меня то есть как вот говорила Ольга мама что она там много справок навела прежде чем привести ребенка вот поэтому у меня уже идет наверное второе поколение учеников которое уже соответственно выросло они своих детей уже воспитывают родили и приводят соответственно ко мне то есть вот в принципе это самый лучший наверное вариант того что ученики которые учились у меня которые получили пользу они приводят своих детей зная о том что здесь им будет хорошо спасибо хорошо а 30 лет назад когда вас не знали значит была ситуация такая значит мой друг одноклассник он был не штатным корреспондентом одноклассник хотел поступать на операторский факультет в АПГИК и он снимал репортажи поскольку я в то время вел этот кружок у меня кружок был ну можно сказать вот начало этой школы у себя на дому то есть с чего началось тем и собственно к тому и пришли вот и он стал снимать ему было хорошо то есть он снимал деньги получал за меня и мне рекламу делал и мне вот и значит приехал из Екатеринбурга из центральной газеты Уральский рабочий известный фотокорреспондент и впервые он снял репортаж фото и на первой странице уральского рабочего вместе с Горбачевым Михаилом Сергеевичем наша фотография во всю ну вот с этого все и началось практически то есть стали звонить стали узнавать кто такие что такое что за школа а там уже стали то есть объявление никакого не делали вообще ни в газетах нигде что вот как-то бог посмотрел что то есть один раз один раз да и все это распространилось быстро пошло а есть время есть время на соперекосновение с книжным наследием Игнатия Фихоновича потому что у него более тридцати более сорока томов все книги практически есть Володя Пищиков у него там несколько было по-моему этих томов кисленом православии по-моему в трех экземплярах у нас есть то есть три по три и по-моему все книги дома есть да они у меня прямо дома называются а ты как-то используешь их в то есть да конечно конечно ну в основном конечно это ресурсы интернет с канала ресурсы интернет в основном видео да видео да оно больше эффекта услышал а что бы ты хотел порекомендовать людям которые в поиске которые так же вот в недоумении от в недоумении от того что все таки несоответствие слов с делами да вот клириков церковных скажем так и вот люди ищут люди в поиске люди наталкиваются на ролики которые к сожалению клеве больше больше много клеветы я в свое время так же столкнулся на клеветы на Игнатия Тихоновича необоснованные какой надутой где-то даже глупой смешной вот что бы ты сказал людям вот как сейчас вот даже вопрос чтобы вот как вот отнестись его трудам его наследие видео наследие чтобы получить максимальную пользу и не там не разочароваться как к сожалению опять же многие вот приходят к тому что они сначала очаровываются потом разочаровываются и и так далее понятно но прежде всего нужно истинную веру Господу нашего Иисуса Христа а человек Игнатия Тихонович он только помогает приводит ко Христу и показывает пути как это можно сделать если этот путь для этих людей является каким-то ну радикальным неприемлемым ну что тут скажешь значит ты не до конца в общем-то наверное верующий человек или как родился свыше вот мое такое мнение то есть здесь нужно истинно верить в Господу нашего Иисуса Христа а тогда с Божьей помощью ты уже с помощью Духа Святого узнаешь и поймешь истину и человека который ее проповеди дает то есть пожелать можно только вот это если ты в церковь ходишь только свечки ставить ну какая же от этого польза будет вот или там значит имея детей ты должен воспитывать их в истинной христианской вере когда мы видим сегодня противоположное значит что фактически детей и молодых людей в церкви нет а остались они старушки то ну что тут ну это показатель вот сегодняшнего сегодняшней веры сегодняшнего христианства ну тогда скажи слово коллегам да вот например воспитатели преподаватели вот то есть как ты считаешь необходимо духовное воспитание для детей и что оно дает человеку я считаю что это основа то есть именно с этого и нужно начинать то есть поэтому в школах сегодня этого нет и мы видим сегодня такую ситуацию вообще воспитание ребенка и в его образовании что он совершенно мирской человек и живет совершенно другими ценностями которые приводят его к краху как жизненным так и духовным поэтому самое важное я для себя это понял как как верующих как христианин как педагог важно не научные знания потому что в определенный период времени я хотел стать тоже ученым я нашел ответ что наука не дает на эти вопросы ответ поэтому отдает вот именно это поэтому если ты хотел бы узнать где истина значит вот иди этим путем и соответственно родители должны прежде всего ну и коллеги то есть они тоже родители прежде всего ответить на вопросы зачем ты здесь для чего ты здесь а это дает только вопросы священное писание Господь Бог а как ты насколько ты интенсивно используешь священное писание на своих на сколько возможно для понимания детей и как во всем обратную связь какую ты слышишь от детей чувствуешь ну вот обратная связь здесь находится но это же не все твои скажем так не все но практически вот те кто у меня занимается потому что чем раньше ты начнешь с ними работать тем больше и лучше будет а если уже там здоровый додор там уже ничего его уже не хотя у меня есть ученик я уже рассказывал здесь Сергей из девятого класса у него мама насколько я помню в зауч школы и она а он у меня уже посещает наверное четвертый год он сейчас девятый класс закончил очень умный талантливый мой один из лучших учеников и он пришел к вере через меня то есть когда я рассказываю на своих занятиях он меня все чаще и чаще спрашивает рассказать о Боге как молиться и когда я рассказываю о Христе он плачет пожалуйста умиляясь да у него звезды подворачиваются и он тебе нужно покреститься но мама у него против она спрашивает зауч да она говорит а тебе о Боге ничего не рассказывает я тебе могу Библию дать а маме нет да я там в своем смартфоне лучше найду иначе ну когда будешь самостоятельно тебе надо креститься ты готов вот он хотел в Патере конечно приехать но вот очень замечательный такой мой ученик вот так это самый яркий пример самый яркий пример да вот то что он практически пришел к Богу пришел к истинной вере вот а как вы это как получилось что к вами в 2016 году приезжал Алексей такой рыженький крещение тоже принял как он до этого дошел значит здесь он посещал занятия вот как раз с теми ребятами которые с пятидесятников и он захотел в Патереяку он тоже увидел все это ему захотелось но мама сказала что он не крещеный а не крещеные там как могут или нет я говорю ну что у вас будет возможность покреститься вы согласны она говорит ну подумали видимо она посоветовалась там у нее тоже видимо в разводе с мужем и дали в общем добро на крещение Алексея а ему там и рубашку все приготовили и благословили его мама благословила его на крещение таким образом он вот здесь крестился ну по сути дела люди неверующие можно сказать так вот так а практика благовестия только на занятиях или ты еще практикуешь там воскресные дни когда вот расскажи и раз ты интересуешься вот миссионерской практикой когда ты осуществляешь в этом году отец николай новый наш священник он знает куда я езжу абсолютно так сказать не против вот и поддерживают никаких и он меня в этом году говорит ну давай володя будешь директором школы воскресной вот в сентябре пост придется принимать слава богу да так хорошо ну в принципе я не знаю еще есть какие то вот слова пожелания так скажем еще что то пожелание одно искать бога искать истину истина для меня истина важно самое главное для меня была истина на красном таким линии идет на протяжении всей жизни поиск истины для меня это было важно тем более все вся природа об этом вот я через природу расскажи поподробнее об этом подробнее вот я рассказал что за него хотел заниматься наук искал как все это произошло откуда что как и нашел что не объясняет то есть наука отвечает на вопросы как но они объясняют почему и зачем и вот это привело к познанию другой стороны нашего почему почему все так просто я надеюсь что господь когда если мы попадем туда он даст возможность это познать не в этом мире хорошо а зачем а в этом мире он даст познать только на какие вопросы отвечает наука наука понятно что не мощная а ну как сказать книга природы да что какие вопросы все таки отвечает ну она отвечает как все прошло ну как из большого взрыва как произошли химические элементы почему деревья зеленые некоторые отвечают маленькие спрашивают у других а почему трава зеленая посмотри дерево зеленые поэтому это такие детские ответы вопросы вот начинается с этого и почему поздно так сказать небо синее то есть чем больше вопросов учеников тем это хорошо то есть а если человек не задает никаких вопросов то есть он мертвый человек вот и я своим ощущениям говорю вот смотрите люди ходят никаких которые рядом с вами на улицах они соответственно ну не желают видимо каким то образом познавать не только окружающий мир но и самих себя искать истину я знаю что начинается для меня началось поиск истины с познания я знаю что ты практикуешь выезд в горы да куда поездки поездки мы объездили очень много и ближнего зарубежья ну в америку не поехали слава богу там наверное я остался хоть у меня было желание уехать в Соединенные Штаты в США прям туда надо совсем хорошая страна конечно но наша лучше наверное да сейчас я сейчас я даже туда на экскурсию не хочу ехать а что поменяло мнение об этой стране как раз вера считаете что в России духовность я думаю что здесь стиль жизни и ценностей все таки еще не такие так сказать уже запущенные как там да 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 деньги да 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 там уже все все на этом осталось у нас еще как-то можно на двух стульях еще пока а там уже на одном а там на одном да поэтому ну вот вопрос как а зачем зачем есть ответ зачем в этом мире вот вы сказали да как почему зачем зачем создан этот мир вот ребенок задает вопрос на уроке зачем создан мир это уже не отвечает наука если не наука а как не обязательно наука как наука на этот вопрос отвечает для того чтобы человек на нашей вот этой планете мог мог осознать свою греховность свое состояние падшее и стремиться вот от этого избавиться и это главная задача на нашей планете то есть попасть в совершенно другой мир который обетовал наш то есть это главная задача то есть осознать это когда ты это осознаешь то видишь что все вокруг говорит о том что все рождается потом умирает вся вселенная солнце все это когда я это рассказываю с моим ученикам они конечно уже настораживаются и у них совершенно другие лица потому что они понимают что когда-то придет их конец почему все умирает если все умирает тогда жизнь бессмысленна да тогда надо задуматься почему тогда как это как это объяснить это самые важные вопросы которые мы обсуждаем вопросы есть ребят в библии написано Вадиме Рюричу ну задавай иди сюда ну давай вот микрофон говори какой у тебя вопрос у меня вопрос почему ну всегда все умирает и у меня смысл жизни нет сейчас я задам твой вопрос скажи какой смысл в моей жизни я не понимаю что ну я не понимаю как это для чего ты живешь да для чего ну вот на этот вопрос и нужно искать ответ потому что сейчас мы как раз говорили о том что жизнь человеческая которая проживает человек дается для того чтобы осознать что у тебя есть творец который сотворил все что окружает и тебя для какой-то цели для какой прежде всего нужно понять что произошло на земле почему я вот родился и что что нас ждет а это мы видим что у нас есть откровение самого Господа Бога и это Священное Писание там мы видим когда мы приходим ищем истину там есть ответы на эти вопросы для того чтобы каждый человек в том числе и ты познал Бога и имел возможность надежду чтобы попасть куда наверно ты догадываешься в рай вот твоя задача как раз является покаяние и что чтобы ты никогда не совершал тех плохих дел которые не приведут тебя вот к спасению и куда к приходу в рай да вот это самая важная главная задача это будет сделать очень сложно и непросто потому что есть враги это тоже знают что это понятно я ответил на вопрос да еще вопросы нет у матросов нет у нет вопросов Ксения задай пожалуйста еще раз мой вопрос ушел он ушел нету не вижу я у нас Ксения Юрова это постоянный постоянный да каверзные вопросы о каверзных вопросах задают ли дети каверзные вопросы да конечно задает очень достаточно много вопросов как ты парируешь ну каверзные вопросы это конечно вопросы может быть даже не совсем связанные с верой какие-то вот ну может быть какие-то уловки там вот такие вот бывают что-то знаешь не знаешь ну вот какие еще вспомнятся каверзные вопросы ну вот такие а если если у вселенной например границы границы а что за этой границы вот а что там вот тимофей задает вопросы он знает очень интересное слово наушный сингулярность наверное вы не знаете сингулярность где нарушается все законы физики она присутствует когда вселенная создалась в этот момент с точки зрения науки то есть там значит это полностью нарушение всех законов то есть не описывается не объясняется никакими науками и в черных дырах которые сегодня ученые это сингулярность вот а что там внутри а можно ли туда попасть и так далее вот такие вопросы чисто познавательные детские вопросы но я отвечаю иногда с юмором ну нахожу определенные слова чтобы это было полезно для ребенка и познаватель сейчас еще посмотрю на что вопросы задаем если ребенок постоянно лжет осознанно что делать если постоянно ребенок лжет осознанно ну это уже серьезный такой момент и он настораживает потому что скорее всего у него неблагополучно в семье прежде всего но у меня таких вот детей которые бы осознанно лгали не было бы были конечно ученики которые говорили неправду но это сразу становится видно что он лжет по его значит если его что-то спросить какие-то задать определенные вопросы и у меня уже такой есть опыт который позволяет мне увидеть лжет ребенок или нет если он лжет ну понятное дело что в рамках своего занятия я могу как-то эту ложь уменьшить потому что источник ее скорее в семье то есть если он приходит в семью вот например они у меня это все узнают и о духовных каких-то вещах но приходя в семью неверующих то есть там все это опять так сказать уходит на нет это конечно довольно сложно поэтому задача определить вот ну конечно это не просто лжет он или не лжет и принять конечно сразу меры к этому у меня есть свои свои подходы как ты работаешь с этим с этим вопросом как ты работаешь как ты помогаешь может как-то родителям ты поднимаешь этот вопрос родителям обязательно расскажи у меня еще раз повторяю у меня таких не было жрецов которые вот прямо напропалую лгали если бы он допустим появился нет ну тут наталья наталья усатая вот она пишет если ребенок постоянно лжет особенно что делать вопрос потом либо ребенок не понимает что такое ложь пять-шесть лет отец постоянно лжет не понимая как это во-первых во-первых здесь нужно выяснить что о чем идет речь что он то есть что он там уйдет с чем это с каким вопросом связано может он там я не знаю тут разные моменты могут быть то есть он может говорить что например рассказывая там о природе говорит там вот солнце оно такое то там например там дрова дровами его топят и я сто процентов знаю что это так ну этот вопрос решаемый земля плоская да земля плоская да но у меня кстати нет таких художников которые так считают поэтому с таким ярким воплощением лжи в общем то я не сталкивался и поэтому здесь индивидуальный подход поэтому сказать вот так вот как поступить ну я еще раз говорю что нужно ее распознать ложь и дать понять ребенку чтобы он осознал свою неправду это сложный момент это не сразу делается но привести аргументы соответствующие что ты не прав то есть привести его по сути дела к покаянию таким образом вот и для этого для каждого случая это свой индивидуальный подход то есть какой то общим ну общим сложно сказать получается вот именно такая схема то есть он что то говорит неправду какую то какую неправду если это связано с какими то познавательными вещами это легко решается но если он постоянно пытается что то ну вот лгать так сказать какие то даже не научные знания вот какие то житейские то это уже как правило серьезная повод для беспокойства прежде всего родителям значит есть какая то среда в семье которая ну так сказать в которой он находится которая благоприятствует лжи то есть это означает что что ребенок когда он лжет он избирает себе легкую участь и таким образом выходит из нее так сказать вот легких путей да да это один из факторов поэтому ну что тут можно сделать тут можно только констатировать выявить и сказать родителям но у меня таких не было детей то есть объясните ему что те дороже в итоге дороже выйдет все это конечно конечно то есть это приведет к страшным последствиям жизни человека то есть тут сложно сказать ну страшно в библии написано говорящий ложь не спасется да что то я хотел вопрос убежал такой был вопрос домашних условий клево слезь оттуда слезь там грохнешь оттуда а в какой процент у тебя детей из семей то есть не из семей а вот воспитываются матерями одиночками например вот так примерно 50 60 процентов матерей одиночки да или наоборот бывает что отец воспитывает было у меня несколько случаев а есть разница воспитания отца и воспитания матери или они отмечены есть разница но и в том и в другом случае дети не дотягивают до полноценности до полноценности и в том и в другом случае а в чем но больше если говорить об отрицательных моментов то это конечно мой мать на матери да поэтому они видимо ко мне приводят таким образом для того чтобы как-то повлиять компенсировать они приводят именно осознанно что осознанно не по нему не не хватает мужского участия на я ну да и есть такие но это хорошо что они осознают лево слезь оттуда а что больше всего какая был какой больше всего так скажем ну какой как вопрос то то есть какой больше больше недостаток какой вот когда мать вот одна воспитывает что больше всего бросается в глаза какой недостаток из яны отсутствие дисциплины какой-то расхлябанность значит какое-то такое свободное поведение отсутствие усил усердия трудолюбия мотивации мало мотивации да то есть достаточно много таки но правда это бывает разное то есть в разных случаях бывает по-разному ну вот если так вот обобщить то примерно вот как-то вопрос владимир юрьевич обратились ли родители ваших учеников имеется вид на рак вере ну вот тут сложно судить ну я считаю вот один из ярких примеров в этом году приехала мама лёвы это такого никогда не было чтоб родитель захотел как ну я не буду секретичь мама сказала я тоже хочу очиститься тоже хочу научиться смирению это беспрецедентный случай уважение такого не было никогда так что это показатель я думаю как родители относятся к вашему расположен расположение к гнатью тихоновичу то есть как бы неоднозначно если коротко то неоднозначно опять наталья усата это тот вопрос про ложь да просят прощения и бога на молитве а на следующий день опять говорит что забыла и лжет это видимо . это ну видимо каким-то образом скорее всего и раз ребенок такое такое вот значит практикует да то это означает что он от кого-то это принимает то есть это либо внешняя среда если внешней среды отсутствует значит это родители значит да значит это близкие люди и решать вопрос нужно прежде всего с этими людьми когда этот вопрос решится решится этот вот и все очень короткий ответ не будет источника уже она его ребенке исчезнет так спасибо за вкус что Володя помолимся теперь да? молимся Владимир Юрьевич давайте тогда помолимся и все и закончим потому что у нас не а вы прям... да не что я помолю нет давайте давай я вот что Володя может быть Володя или Сережа я все таки в гостях поэтому давай я буду снимать нет а это еще один вопрос как насчет молитвы у вас детьми молитвы давай сейчас давай давай не если есть вопросы пожалуйста и как вы это делаете то есть молитва дело в том что во первых вопросы накидывайте есть молитва это уже серьезное обращение к Богу поскольку у нас большинство детей которые ну только начинают а родители у них не верующие поэтому я не могу вот так вот сказать им давайте молиться да поэтому как я делаю когда мы например идем в поход какой-то испытательный поход у нас не просто так для развлечения и я говорю ребятам вот смотрите кто из вас прежде всего крещеный поднимает руки вы хотите помолиться значит что такое молитва я говорю это самое мощное оружие самое мощное оружие против всего и кроме того с помощью молитвы можете призывать для себя значит пополнение сил чтобы Господь Бог вам дал силу для преодоления вот этих испытаний вернул вас обратно здоровыми и таким образом мы останавливаемся у нас есть такое место где произошло чудо это знак Николая чудотворца куда мы ходим в походы это где-то семь километров восемь километров от города лежат там мы останавливаемся и те кто готов помолиться они выходят со мной встают и я говорю давайте кто знает там молитву например отче наш они выходят и говорят а затем давайте попросим то что своими словами вы хотели бы попросить у Бога вот так проходит наша молитва то есть по согласию по желанию детей не навязчиво ну то есть да с мудростью у нас сидит Владимира вот мы сейчас знаем что сейчас ситуация тоже неоднозначная с лагерем поступает так скажем не просьба а приказы да откуда-то сверху то ли с Москвы то ли даже за границу чтобы вот этот лагерь уже который стал музеем в этом году Тихонович его сделал музеем так вот его хотят все таки снести вообще с лица земли как вот вы к этому вопросу относитесь ну этот лагерь уникальный во всех отношениях такого точно нет и сколько ему уже 45 или с донаром больше уже 45 и мое мнение это конечно оставить это место оставить все эти заоружения для того чтобы во-первых мы там были один год и значит при нас происходило эти события не знаю как гонения да мы в них участвовали таким образом поэтому мое мнение однозначно что это место тем более оно совершенно ну не используется ни в каких сельскохозяйственных тут уходят бросовое место можно сказать да как лагерь на навозной куче и никому оно не мешает память о нем да память о человеке основателя таким образом она будет продлина вот и в том числе и в это в этом сооружении здесь люди приезжая сюда если у них будет желание могут посмотреть на очередь как это все было где жили дети воспитатели это будет очень здорово потому что такого еще раз повторяю нет я считаю что однозначно нужно оставить здесь зачем сносить и тем более они не это не и не делали никакого вреда здесь ни в каких отношениях совершенно нет абсолютно то есть никому он не мешает зачем же его сносить нужно если дома стоят вон заброшен заказ такой серьезный какой-то но это понятен откуда заказ потому что сна работает над людьми и кому-то это не нравится кому-то это не нравится поэтому они стараются мы знаем почему руководством все это все это заглохло никто сюда больше не приезжал и никаким образом не укреплялся не верен и не духовно поэтому у меня к этому очень так сказать такое отношение печально потому что это это вообще такой вопрос возник даже сложно было подумать что кому-то он помешает даже в советское время это такого сейчас даже не знаю как это можно еще сказать какие слова подобрать ну кощунство может быть вот ксения юрова так и написал снос лагеря это кощунство давайте помолимся я я прошу володю прочитал обо всем вот обо всех вот потому что ты больше продвинуть такой сломанной молитвы поэтому я учиться как раз да мы все скажем он брат сергей тоже может умеет давай я пока посылаю брат давайте как положено да 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 только вот так туда пожалуйста что у вас было видно экране ты можешь а давай давай хорошо вот только пучки покучнее ребят мне володи володи то володи да вот нет владимир очень не видно да вот за детьми станьте дети вперед а вы назад да да учат всех все с богом это голубое небо все птицы ветра господи все зелень прекрасно которая радует наши глаза и все вся природа славит тебя слава тебе великий творец и бога слава тебе все дыщище написано царя давида все насекомые птицы живот главное творение твое господи это человек славить тебя должен помоги чтоб наше слава слове слава слове твое имя твое святого бог и его сына твое неверно иисуса христа и утешителя духа святого всегда было в нас чтоб ты нас господи укреплял побуждал искать лица твоего в молитве своей чтоб мы прибегали к твоим святым заповедям исполняли их делать это с радостью с желанием помоги всем детям господи которые были в благе чтобы они здесь познали величие дела твоих смотря на все что нас окружает что какое твое могущество ты бог и слюбовь но в то же мере ты великий и страшный ты во всем показываешь что человек смертен если человек не обратится к тебе не будет искать лица твоего не опознает собой своей жизни своей жизни на земле когда он на вечность отойдет и погибнет душа его помоги нам все перенести в эту жизнь все эти страдания если ты допустишь гонения какие-либо от людей которые не знают тебя которых враг душ человеческий сатана побуждает делать зло с верой с надеждой с любовью к тебе слава тебе наш великий Господь и Бог слава тебе в помине Господи нашу сестру Анастасию которая отошла в вечность она Господи верила в принесенную жертву Твою Твою причистую ты только единственный Господи знаешь внутренний мир а вне чем увидели что она все переносила с верою не было у нее какой-либо ропота то есть она была добрым примером как надо свою жизнь закончить что во всем доверяюсь тебе благослови ее Боже Андрея избави его от горького это корня Господи погибельного пьянства детей благослови сохранить также пути нашего наставника Игнатия его дела устроить чтоб расположить сердца людей к нему всех кто будет встречаться на пути от него зависит чтоб могли помочь нам в этом деле сохранить и лагерь которые мы сделали музеем сколько здесь было Господи славословия у Твоего имени до святого сколько детей познали тебя покаялись и обратились помоги чтоб и мы служили тебе дому примером были светом миру всюду везде и возвещая твое вечное евангелие делай это с радостью и с желанием откройся тем людям которые не знаете нашим родным и близким и всем тем которым мы когда-либо благоествовали Своего Твоего пребудь рядом с нами Господь наш Господь не оставь и покинь нас тебе Господу Бога нашему за все хвала и честь и поклонение Отец Аминь 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 Ну все Какой смысл бежить и умирать Хороший вопрос Хороший вопрос Всем Силыще Божьей Молитесь Ксения Ссылку дай на эту трансляцию нашим там в скайпе что-то там заедет сегодня Игнатий Тихонович А уже едет сейчас назад передач А уже назад доедет Ездил В Барнауш Вопрос связанный с лагерем с музеем решить все таки что поставить Потому что настаивает настаивает этот прокурор на том чтоб снесли Сельсовет Депеши пишет Спасибо Христос Ну все с Богом Прощаюсь Не прощаюсь вернее Ждите новых трансляций Кстати можете писать какие-то идеи подсказывать какие сделать трансляции какие интервью взять и так далее Пока-пока Ну все Слава Христу Аллилуйя Аллилуйя Слава Христу Слава Христу Слава Христу